МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родилась я в 1923 году в Воронежской области. Переехали мы в Моздок. Я пошла в первый класс, мне было 7 лет. В школу проучилось 10 классов, но в этот год, в июне 41-го года, началась Великая Отечественная война. Мобилизовали именно девушек, потому что наша страна и до этого, да и сейчас очень мало готовила связистов для фронта. А фронт без связи – это как человек без нервов. Я была телеграфисткой. Нас погрузили в товарный вагон и повезли через Баку. Люк, 500 человек, девушек. Когда мы останавливались на переездах или на станциях, женщины плакали. Мы дежурили так, как все солдаты. Мы стояли на посту так, как все солдаты. Как раз в этот год, или в 42-м в начале, Сталин издал приказ ни шагу назад. Потому что если один повернет назад солдат, то там и страх, страх овладевает. Я единственная боялась не вернуться без руки, без ноги. Я женщина. Открывает юридические школа. Была открыта в Ростове. В 51-м я поступаю в эту школу. В этой школе платят стипендию 41 рубль. Получаешь юридическое образование. После окончания и получения диплома я имею право выбрать любую профессию юридическую. Прокуратура, судья, адвокатура или следственные органы. Судья. Мне так это понравилась профессия. Я думаю, пойду. И я, значит, заканчиваю эту школу. Меня отправляют в Ставропольский край. В Ставрополь. Народные судьи. Потом, впоследствии, пошла на юрисконсульство. Я освоила строительное, хорошо делала мясомолочную промышленность. Вы знаете, самое главное должно быть любить близких к тебе. Любить и выбирать свою профессию. Вы проживете очень интересной жизнью, если вы выбрали и не ошиблись.